Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. И у меня настроение просто шикарное. Ну, пока я перейду к шикарному настроению, взгляд остановился. Как вы мне написали, что-то такое, похожее на супницу. Это действительно похоже на супницу, но это такая шкатулочка. Я не знаю, это, скорее всего, что-то такое пластик или, как это называется, глина специальная. Вот, это шкатулочка у меня для всяких мелочей, для украшений. Покупал Лешек, и это комплект. Вот такой комплект. В Москве остался подсвечник, в Москве остались часы. Еще была такая же рамочка для фотографии, но Кузьма ее успешно сбросил, стояла на камине, и она разбилась в дребезги. Ну, а эту вот супницу я забрала в наш новый дом, и теперь она красуется вот здесь, в ванной. С ванной я начала свой рассказ не случайно. Сейчас покажу, что мне так подняло настроение. А настроение мне подняли вот эти вот лапки. Ну, как же, как же не оставить, как же не помочь мамочке делать кирпичики. И сдается мне, что это был Монька. Посмотрите, какие лапки. И все это застыло. Я потом постараюсь, конечно, ну, сточить вот эту шероховатость. Они будут использованы, эти плиточки. Тут как бы ничего такого нет. Да даже если я их выброшу. Друзья, ну сколько положительных эмоций. Ну, вы только на это посмотрите. Ну, я, наверное, только пять минут смеялась. Вы мне там пишите, что вам нравятся мои видео, что от них исходит позитив. И что, когда вы попадаете в депрессию, сам врач вам говорит, что никакие лекарства вам не помогут, кроме как положительные эмоции. Друзья, это правда. Я как-то работала в компании Панавто. Это торговля, дилерский центр по торговле дорогими машинами фирмы «Мерседес». И нас там собирали на тренинги иногда и рассказывали там многое. Как общаться с покупателем, что для него важно. Как расположить покупателя к себе. Как не вступать в конфликтные ситуации. И если она возникла, как из них выбираться. В общем, много всякой полезной информации. И вот я запомнила это на всю жизнь, что оратор, который нам это все рассказывал, спикер, уже не помню ни имя, ни фамилию, но вот его слова запомнились мне навсегда. Он спросил, как вы думаете, чем мы торгуем? И многие говорили, ну как чем? Конечно же, машинами. Он говорит, нет, ошибаетесь. Мы торгуем эмоциями. Именно эмоциями. То, что доставляет человеку эмоциональный подъем. Даже не столь важна машина, как прием человека именно в этом центре. И там действительно была создана такая, какая-то приятная атмосфера уюта и комфорта. Как у меня на канале. Когда человек заходил, его приятно встречали. Были очень уютные кафе. Много работы уделялось для того, как оформить зал. То есть каждому празднику это специально работали люди, которые оформляли. К Новому году, к 14 февраля, хотя я не люблю этот праздник. Но все было настолько красиво оформлено. Если я найду это фото, да уже, наверное, не найду. Вот именно на 14 февраля сколько было этих сердечек. И я там фотографировалась. В общем, друзья, вот ключевое слово эмоция. Это то, что доставляет вам радость. То, что не купить ни за какие деньги. Именно эмоция. Вот эти лапки. Я буду помнить всю свою жизнь. Ну, в общем, немножечко вас заговорила. А теперь посмотрите, что у меня здесь происходит. Это тоже ваши советы. Я дорожу вот советами, которые мне помогают. Которые, ну, просто суперские. Кто-то из вас подсказал мне, что плиточку сушить лучше на вот такой медицинской пеленке. Кстати, вчера в светофоре я видела громаднейшую упаковку вот таких пеленок. И стоила она что-то под 300 рублей. В этой, в аптеке намного дороже. Вернее, она стоит 300 рублей, но очень маленькая упаковка. Так что имейте в виду. Может быть, кому-то нужны вот такие медицинские пеленки. Может быть, у кого-то кто-то болеет. Или маленькие щенки. Я знаю, что их приучают именно вот к этим пеленкам. Стелят им вот в доме для туалета. Так что имейте в виду, у кого есть светофор. Там достаточно дешевая, большая упаковка этих пеленок. И вот они действительно впитывают влагу. В ванной у нас теплый пол. Сейчас котел работает замечательно. И пол действительно теплый. И вот здесь у меня сушится теперь плитка. Вот. Я теперь ее не сушу в духовке. Видите, вы мне там писали, что уже многие купили вот эти силиконовые формы. Уже закупили гипс. Блин, ну эти лапки меня умиляют. Просто смотрю и хочется смеяться, но себя сдерживаю, чтобы камера не дрожала. Вот. Вы купили силиконовые формы. Купили гипс. Не забудьте еще купить жидкий пол. Просмотрите мое видео, где я рассказываю, как я делаю раствор для этой плиточки. Без жидкого пола плитка будет очень хрупкой. И жидкий пол делает... Ну, в общем, вам не нужно будет ровнять. То есть разлили. Вот так встряхнули немножко форму. И все у вас гладенько. Вот посмотрите, как гладко. Этот эффект именно дает жидкий пол. Вот. Так что сегодня я занимаюсь плиточкой. Нужно сделать ее много. Вот. И там я разложила. Конечно же, все не поместится в ванной на полу. Но, тем не менее, буду туда-сюда ее как бы таскать. Подсохнет немножечко здесь. Разложу в той комнате буквой Г. И буду там тоже досушивать или выкладывать. В общем, туда-сюда буду таскаться с этой плиткой. Но надо сделать где-то 8 квадратов. А 8 квадратов это 2 мешка. Мне нужно будет израсходовать. Вот эта комната. Я ее называю прихожей. Здесь сейчас, конечно, полнейший бардак. Вот. Здесь стоит гипс. И, по моим подсчетам, у меня даже останется гипс. Я думаю, что в Анечкину квартиру для отделки балкона тоже понадобится эта плитка. Но даже с тем расчетом, что сделать Анечке нужно, все равно останется гипс. Ну, найду, куда его применить. То есть, вот эта комната тоже будет вся в кирпичиках. Возможно, я сделаю кирпичиками и терраску. И тогда, может быть, и весь гипс израсходуется. Вот эту тумбочку. Конечно, ее отмыть. К ней есть зеркало. К ней есть угловой шкаф. Это все поедет к Ане в квартиру. У Анечки сейчас тоже дела продвигаются. Сейчас там папа, в общем, сделал ей всю электрику. Прорезал двери. Настелили вчера пол. Вот из такой вот штуки. Это ОСБ-панель. Вот, сделали перегородку. Собрал там кое-что ей из мебели. По-моему, компьютерный стол. В общем, дела продвигаются. Как только будет, ну, что показать, как только я туда дойду, Я, конечно же, вам поснимаю и расскажу, что там, как движется ремонт у дочери. В перерывах, когда плиточка сохнет, я решила все-таки вот эту часть от коврика пришить. То есть, она не будет вот так вот, как я ее просто, ну, вот здесь сейчас я ее убрала. Я ее сюда просто вот так вставляла. В общем, решила сделать основательно. И вот вы видите, сейчас я здесь пришиваю вот эту часть. И получится прям очень хороший, ну, такой добротный чехол. Да, спасибо вам за комментарий. Очень вовремя. Сегодня мне подписчица написала, что вот эту штуку, у кого, может быть, есть такие коврики, ни в коем случае нельзя стирать в стиральной машине. Очень лезет вот это, вот этот материал. И забивается слив в машине. И женщине пришлось даже разбирать машину. А я знаю, что это очень дорого стоит, если вызывать мастера. У нас как-то я неосторожно положила стираться бюстгальтер в машину. И выскочила косточка из него и попала там между барабаном. И Лешек вызывал мастера, по-моему, 4000 отдавал за то, чтобы он разобрал вот машину и достал эту косточку. Так что я больше бюстгальтера не стираю в машине. Или нужно в этот, класть в специальный мешок, закрывать, чтобы, ну, не дай бог, эта косточка не вылезла. Очень дорого это все обходится. В общем, продолжаю здесь пришивать. Конечно же, потом вам все покажу. Да, друзья, вчера в том видео, которое я случайно удалила, я рассказывала, какие продукты я купила в светофоре. И причем все мне понравились. Но вот давайте хотя бы расскажу об одном из них. Значит, вот такой творог крестьянский, 1 килограмм, 26 процентов, 100 с чем-то рублей. Всего лишь, по-моему, 105 рублей. Это очень дешево для творога. И вы знаете, он вкусный. Сейчас буду делать запеканку. Что я сюда кладу? Запеканку без муки. Значит, на эту массу получится достаточно такой большой пирог, потому что я обычно делала грамм на, там, по-моему, по 350 грамм лебедянский брала. Очень дорогой, по 130 рублей вот эти, вот эта пачечка 300 грамм. Вот, значит, положила 4 яйца. К сожалению, у меня закончился изюм, я забыла про него, но Лешик мне привозил чернослив. Сейчас порежу чернослив, сюда брошу. Добавлю сахар по вкусу, но он такой немножечко, ну, не совсем сладкий этот творог. Вот, значит, чайную ложку погашу уксусом и добавлю ложек 10 манки. И все это оставлю на полчаса, чтобы манка разбухла. Вот, смотрите, вот такими маленькими кусочками, прям полосочками я порезала чернослив. Сейчас все это перемешаю, добавлю сахар по вкусу. Ну, я вам уже говорила, а то я буду уже повторяться. Некоторые там пишут, много говоришь. Итак, добавила я вот на этот килограмм творога, вот у меня манка стоит, 8 ложек, вот прям горой. Сейчас перемешаю, посмотрю, может быть, добавлю еще и девятую. И все. А, ванильный сахар можно сюда добавить или ваниль. И все, оставляем. Я потом это все накрываю либо крышкой, либо в полиэтиленовый пакет ставлю. И оставляю всю эту массу, чтобы разбухла манка на полчаса. Минимум на полчаса. Больше можно, меньше не рекомендую. Ну вот, давайте посмотрим. Прошло уже больше, чем полчаса. Еще небольшой секретик. Именно вот в этот творог, потому что он не зернистый, я добавила, ну, не знаю, там, грамм 20 молока. И еще добавила, наверное, столовую ложку растительного масла. Ну, вот так мне захотелось. Теперь, что я делаю? Я намазала, это может быть, ваша форма. Я повторюсь уже, наверное, это моя амвеевская сковородка, дорогущая. Которая мне говорили, что она будет служить-служить. Ничего подобного. Вот я ручки открутила. Жарить на ней уже все прилипает. А вот печь нормально. То есть, я сейчас смазываю ее хорошенько маслом, а потом еще все это дело притрушу сухой манкой. И потом выложу вот эту нашу запеканку. Надеюсь, будет вкусненько. Ну, я в кадре не буду вам показывать, как я буду притрушивать манкой. Я думаю, это понятно. Вот так вот я притрусила немножечко манкой сковородку, смазанную маслом. И сейчас буду выкладывать. А духовка у меня уже разогревается. Я люблю выпекать в электродуховке. Мне газовая не нравится. И в новую кухню я также заказала электродуховку. То есть, варочная панель будет газовая, а духовка электро. А эта духовка была куплена вместе с этим домом. Очень хорошая, пойдет в летнюю кухню. Я ее включаю сразу и низ, и верх. Тут обратите внимание, две спирали. Верхняя и нижняя. И их можно включать, как хочешь. То есть, сразу две, только вверх, только низ. В общем, три положения получается духовки. Включаю на 200 градусов. И сейчас она разогреется, пока я выложу. И запихиваю на 200 градусов на 15 минут. Творог приобрел немножко такой коричневый оттенок, кремовый. Это от чернослива. Если вы любите корицу, можно это дело немножечко притрусить корицу. Ой, какой запах пошел. Какая красота. Если нет, значит ничего не делаем. Еще смазываю здесь желтком. Но я не буду это делать. Я пробовала и так, и так. Мне без желтка нравится больше. Все, готово. У нас опять нет воды. Хорошо, что у меня есть большая кастрюля. Я уже ученая, запаслась. Ну, а вот что делать с производством плитки, не знаю. Пока, пока вот пику пирог, может быть, пойдет. А вообще, конечно, здесь очень часто выключают воду. Это вот еще один минус этого города. Так что, друзья, не все так прям идеально. Я рассказываю о своей жизни в этом городе, в этом доме. Я его очень люблю. И город, и дом. Но то, что есть, как есть, всю правду я вам рассказываю. У нас на улице сегодня весна, все тает, все течет, но снега еще очень много. Итак, отправляем нашу сковородочку в духовку на 15 минут. А у меня есть вот такие помощники. Это часы механические. 30 минут здесь максимум. Вот на 15 минут я буду выпекать нашу запеканку на 200 градусах. Потом через 15 минут сделаю, уменьшу огонь до 180 и еще на 15 минут. И там я уже выключу низ и оставлю только верхнюю спираль. Итак, запеканочка в духовке. Ждем. Еще небольшой лайфхак от меня. Пирог наш практически готов. Моня решил попить водички. Я наливаю вот такое блюдо было в духовке. Я наливаю третью часть этого блюда. Посмотрите, что делает. И сюда буду ставить сковородку вместе с пирогом. И пусть она так постоит какое-то время. Потом очень легко отстает пирог от сковороды. Вам же нужно будет его доставать. Поэтому я вот всегда так делаю. Монечка, попей водички. Здесь вкусная водичка. Вот наш пирог. Посмотрите, какой красавец. Я надеюсь, что и вкусный. Так что, друзья, многие ругают светофор. Говорят, что, ну, как бы там мало что можно купить. Но я так хочу сказать. Для пенсионеров, которые еле-еле сводят свои концы с концами, вполне себе можно найти продукты намного дешевле, чем в сетевых магазинах. Немножко отвлечемся от пирога. Еще вот такой домик я купила в фикс-прайсе. Что-то дорогое. 240 рублей. Вот. Этот домик исполняет у меня роль вот такой коробочки для всяких фломастеров, ручек, карандашей. Все это у меня теснилось в стаканчике. И неудобно было пользоваться. Достать невозможно. Все выпадало. Вот, купила, поставила. Все рядышком здесь стоит. Все гармонирует. И очень удобно. Друзья, посмотрите, что у меня получилось. Пуся уже отдыхает на новом кресле. Вот так вот оно выглядит сейчас. Вид сбоку. Вид сзади. Ну, в общем, мне все нравится. Вот так вот старое кресло, подранное окошками. Сейчас достаточно презентабельно выглядит. Воды у нас все так и нет. Время уже пол первого дня. Я делала плиточку. Ну, в общем, могу делать еще, пока запас воды есть. Но все равно неудобно. Из крана не идет. Не помыть миксер, которым размешиваю гипс. В общем, пока переключусь на другую работу. Достала простынь из комплекта «Сказка». И буду из нее сейчас шить рулонные шторы для вот тех комнат. Не знаю, две точно получится. Что с третьей, пока не знаю. В общем, переключусь пока на другую работу. Пока нет воды. У нас пошел снежок. Хоть все тает, но снег сыпет. Я смотрю. Ирину Маркелову как-то видео смотрела. У них вообще снега нет. И уже прям лужи и грязь. А я в свое окно смотрю. И вижу вот такие сугробища. В общем, друзья, у нас зима полным ходом. Если начнет все это сразу таять, представляю, сколько будет воды. Все, мои хорошие. На этой ноте буду заканчивать сегодняшнее видео. Надеюсь, вам было интересно. Я вас всех обнимаю. Всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.